В Волгоградский фазанарий Свято-Духового монастыря пополнился редчайшим видом птиц. На свет появились птенцы королевского фазана. На планете таких особей осталось меньше пяти тысяч. Репортаж Евгения Шаститко. Когда десять лет назад в саду Свято-Духового монастыря были посажены первые цветы, сложно было представить, что через несколько лет небольшой цветник превратится в крупный зоологический сад. Сегодня в вольерах утки, лебеди, гуси и даже редкие виды фазанов. Кстати, последний недавно дали потомство. Вылупились первые семь птенцов. Мы привезли из Северного Кавказа 300 яиц северно-кавказского фазана. Я помогаю им вывезти их, потом мы их будем вместе воспитывать. И осенью мы их выпустим в природу, чтобы пополнить популяцию северно-кавказского фазана в Волгоградской области. Пополнять зоосад помогают и прихожане. Несколько лет назад олень-крош угодил в зайчий узел. Пытаясь освободиться, животное еще больше затянуло петлю на шее. Когда его нашли, олень еле дышал. Прихожане позвонили отцу Василиску с просьбой забрать животное к себе. Так крош нашел свой новый дом. У нас вот так попал к нам ушастый лесной филин. Это самая крупная сова в Европе. Конюк-курганник. Это наша местная краснокнижная птица. Серый журавль. Нашли его подстреленным в лесах. Привезли вот нам. Белощекая козарка. Белолобый гусь. И так вот некоторые животные к нам попадают. Содержать разнообразных животных в зоосаде работает трудоемкая. Для всех уже не хватает и места. Для того же оленя-кроша или белокрылого орлана-орлика нужны большие вольеры. Такие монастырю найти сложно. Но продолжать работу необходимо, считает отец Василиск. Зоосад радует посетителей и прихожан. Ну вообще это маленький рай. Если так можно сказать. Потому что такие здесь животные и птицы, которых мы не видели. Или видели очень редко. Но мы люди городские, не имея возможности часто выезжать за город, в деревню. Совсем скоро в монастыре вновь пополнение. На свет должны появиться остальные птенцы королевского фазана, увеличив поголовье редкой птицы. Часть отдадут зоопаркам и заповедникам. Часть останется жить в Свято-Духовом монастыре. Кто знает, может быть совсем скоро королевский фазан и вовсе пропадет из Красной книги. Евгений Шастидко, Алексей Горемыкин. Вести. Волгоград.